Поехали тогда. Соответственно, начну с памятного события. Это новость, которая была размещена не только на сайте Вышки, но и во всяких информационных агентствах. В 2017 году Сбербанк заказал создание магистратуры, про которую мы сегодня с вами будем говорить. И, в общем, такая вот фотография памятная, где Кузьминов и Греф подписывают соглашение о создании этой программы. Фокус этой программы состоял в трех областях. Это машина обучения, экономика и программирование. Именно на стыке вот этих трех разных компетенций мы хотим видеть выпускников этой программы. Чтобы, придя уже в индустрию, они ориентировались как в современных методах анализа данных, так и в технической реализации, как эти методы в продакшене применяются. Ну и, наконец, разбирались в предметной области, в которой они это собираются делать. Задачка амбициозная на самом деле, потому что все, что связано с междисциплинарными навыками, действительно сложно сочетать в себе. То есть и какую-то экономическую интуицию, и там классное понимание работы алгоритмов, как обрабатываются данные, программирование. Но, тем не менее, именно такие специалисты, они больше всего ценятся на самом деле на рынке труда. И не только в Сбербанке, в принципе, в индустрии. Если мы говорим банковскую, так точно. В том числе, я бы сказал, и телеком. В принципе, да, похожие задачи решает сейчас ритейл в части статистического моделирования. В принципе, этого пригодится везде. Вот так мы постепенно расширялись. Программа существует уже три набора. Ну, условно говоря, три года. Сначала это была одна группа из 30 с чем-то студентов. И в прошлом году мы удвоились. У нас теперь две группы, по 20 человек примерно. И, собственно, мы продолжаем набор в этом году. И думаем, что он будет, может быть, еще даже больше. Ради интереса вот здесь привел информацию из тех ребят, которые поступали в прошлом году, из каких они городов. Фактически это вся Россия и СНГ, и даже есть иностранцы. Довольно обширная география. Ребята приезжают учиться к нам именно в магистратуру. Что касается конкурса, поскольку речь идет об анализе данных, собрали небольшую статистику. Опять же, по прошлой приемной кампании. И наша программа, она по конкурсу топовых практически, вот по результатам прошлого года. Нас немножко обогнали анализ данных в биологии и медицине, но мы видим, что этот эффект связан с тем, что у коллег немножко сократили количество бюджетных мест. Ну и поэтому база расчета уменьшилась и очевидным образом подскочил конкурс. Вот. Больше ста заявок мы получили на поступление. В прошлом году конкурс был большой. Больше трех человек на место, финансируемое Сбербанком. И, в общем-то, поступить к нам непросто. Ну, тем не менее, есть люди, которым это удалось. И есть люди, более того, которым еще удалось успешно закончить эту магистратуру. Соответственно, в прошлом году, в 2019 году, летом, мы сделали первый выпуск. Вот эта фотография. Она сделана в конференц-зале Сбербанка. Может быть, кто-то слышал, есть Agile Home, офис на Кутузовской, довольно крутой. И, собственно, Сбербанк дружелюбно приютил нас на церемонию награждения. Ну, и вручение дипломов, соответственно. Соответственно, да, о чем эта программа, да, чуть более подробно. Вот, как я сказал раньше, мы пересекаем три области навыков. И весь учебный план подводит человека к тому, чтобы он в равной степени освоил эти, ну, приобрел эти навыки и изучил эти области. Конечно, у нас есть курсы по машинному обучению, и мы стараемся их сделать в разбивке по типам данных, которые мы анализируем. Например, ну, как правило, данные представляют самый базовый уровень. Это числовые данные табличные, структурированные. Это очень такое, ну, с чего надо начинать. Далее анализ графов, графовые данные, работа с графами, алгоритмами, оптимизации, задачи, связанные с графами. Третье – это анализ картинок, изображений, в том числе видео и звука. На самом деле это интересный факт. Звук во многом может быть проанализирован как картинки при преобразовании звуковых сигналов определенным способом. Далее – это работа с текстами и дополнительные главы машинного обучения, такие как байсовские методы, например, и обучение с подкреплением. То есть, по сути, учебный план, он как мозаика собирается из разных областей, чтобы на выходе выпускник мог работать с любыми типами данных и знал, как между собой их можно связывать, чтобы получать максимальный эффект для бизнес-процесса того или иного, где внедряются модели, где решение автоматизируется, где принятие решения автоматизируется на основе данных. На данный момент у нас есть 21 выпускник. Сейчас больше 60 студентов, почти 70, обучаются на программе на двух курсах. И многие из них пишут курсовые работы по темам Сбербанка. Преподаватели у нас самые, скажем так, топовые. Костяк – это ФКН. Это, наверное, лучшее сейчас место, где преподают машины обучения. Также у нас сотрудники Яндекса преподают. Дружественные нам. И Сбербанка. В том числе у нас есть менторы из консалтинга, которые читают разные проектные курсы и главы отдельные по научному семинару. Здесь я привел список курсов на этом слайде. Более подробно можно на сайте страницы ознакомиться. Это еще раз иллюстрация того микса, который есть и в части анализа данных, в части экономических дисциплин, таких как риск-менеджмент. Финансы банка, банковская инфраструктура, финансовые технологии и так далее. Наверное, еще пару слов про самих людей, которые у нас учились. В принципе, мы ориентируем ребят на то, чтобы они были одной командой. На самом деле, скажем так, когда вы приходите уже в бизнес работать, в индустрию, я даже, наверное, бы про академию так тоже сказал, всегда вы сталкиваетесь с такой конкуренцией жесткой достаточно. И на самом деле это психологически довольно сложно. И, по сути, вот эта конкуренция, она порождает ощущение стресса. С одной стороны, стресс – это движитель прогресса, потому что если тебе что-то доставляет неудобства, ты постоянно думаешь, как это улучшить, как-то исправить, как-то изменить, ну и, соответственно, развиваешься как-то. Но, с другой стороны, это в каких-то случаях не позволяет тебе освободить свою голову для каких-то творческих задач, креатива, для каких-то долгосрочных целей. Стресс обычно тебя держит в тисках. Ну и к чему все это рассказывают? К тому, что на нашей программе мы стремимся, чтобы не было вот этой конкуренции хотя бы у нас. То есть пока мы учимся, пока мы как команда друг друга поддерживаем. Это реализуется в разных вариантах. Это участие в экатонах совместных, выступления на митапах в Яндексе, в мейле. Это проектные работы, когда домашки как бы даются не индивидуально на каждого человека, а потом всех ранжируют по рейтингу. Ну, наверное, вы в курсе, что в вышке рейтинг – это вообще любимая тема такая. Мы очень часто делаем командные задачи, там по 4 человека в команде, по 5. И таким образом вот стараемся как бы этот дух поддерживать. В принципе, я думаю, у нас получается, потому что ребята и участвуют в разных мероприятиях, делают классные исследовательские работы. Вот здесь мы можем подробнее остановиться. Да, опять же, если хорошо с экрана видно, здесь основные темы, ну такие, не все, некоторые, да, которые вот отражают этот спектр задач, которыми ребята занимались. Вот видно по дипломам, что, в принципе, вот если все эти работы собрать, то там есть работа, посвященная анализу данных любой природы. Это и текстовые, это и графические данные, графовые данные, структурированные, табличные. Некоторые ребята плодом, ну как бы своей работой не конкретную модель делали, а инструменты по разработке и валидации модели. То есть это такие пайпланы, фреймворки, которые автоматизируют какие-то шаги построения модели. В общем, довольно разнообразно. Вот в этой презентации есть гиперссылки, их, в принципе, можно все скачать, ознакомиться, посмотреть, чем ребята занимаются. Это презентации, которые выносились на защиту. Вот также есть фотографии с некоторых защит курсовых работ. У нас, я отмечу, что защищаются не только дипломы, но и курсовые работы. Вот это немножко отличается. Обычно в вышке, ну не знаю, кто учился в бакалавриате, курсовые работы просто оценивает ваш научник, ставит вам оценку. Здесь же все-таки мы мотивируем у ребят, опять же, выступать и приглашаем сотрудников Сбербанка, ну реальных практиков, которые имеют дело с моделями в промсистемах, в бизнес-процессах, и мы обсуждаем их работы. Мне кажется, это вот одна из самых ценных вещей для данной программы. Это вот симбиоз именно индустрии и академии. Опять же, есть гиперссылка, вы можете скачать и посмотреть. Сейчас я еще посмотрю в чат, может быть, у вас какие-то вопросы есть. Если что, вы пишите эти вопросы, я буду периодически смотреть. Вот еще несколько фотографий. Это некоторые конференции, которые мы посещали с ребятами. Здесь, конечно, гораздо больше фоток, но все не влезут. Есть фотографии защиты проектов. Те ребята, которые посещали осенью День открытых дверей, они, наверное, их видели. Еще у нас прибавилась коллекция фоток с защиты проектов по риск-менеджменту. Он проходил тоже в офисе Сбера. И в плотном сотрудничестве с специалистами из Сбера. Я позволю себе сейчас ответить на вопрос. В чате появился вопрос. Связаны ли мы как-то с физтеховской кафедрой Сбертех? Ну, на самом деле, мы независимы. При создании программы и работе на программе я общался с руководителем физтеховской кафедры. И мы пытались понять соотношение наших программ. В том плане, перезекаемся мы или, наоборот, параллельно друг к другу. И если кратко сказать, то на физтехе больше готовят именно разработчиков в профессиональном смысле этого слова. То есть разработчиков программного обеспечения. Да, там есть уклон в анализ данных, в обработку данных. Но преимущественно это, скажем так, профессии дата инженеров. Либо это профессии людей, которые делают сервисы по доставке данных, стриминг данных. Разные задачи, связанные с распределенным хранением, обработкой данных. И в меньшей степени, там все равно это есть, но в меньшей степени это математика вокруг моделей и их применение. То есть у нас, наоборот, больше профиль в аналитику. Это не чистая разработка, программирование. Это именно фокус на использовании, может быть, где-то готовых даже программных инструментов для построения моделей. И тех, и других охотно Сбер нанимает. У меня есть сотрудник, например, который как раз заканчивал эту карту Сбертех, Ярослав Чайпанов. Мы берем ребят с этой программы, Никита Чуркин и другие. Так что давайте двигаться дальше. Еще поступил вопрос про кейсы на собеседование, мы об этом поговорим. Ну, опять же, да, здесь мелким текстом приведено. Это, опять же, то, что было сделано студентами по курсовым работам. Для тех ребят, которые увлекаются исследованием, да, именно ресерчем, здесь все это тоже применимо, все возможно. Соответственно, у нас некоторые работы, ребят, принимаются как статьи на международных конференциях по обучению с подкреплением, по анализу графов, по компьютерному зрению. Можно все это посмотреть. Окей, здесь еще информация про то, какие подразделения Сбербанка участвуют в образовательном процессе и в каких этапах. Соответственно, это будет как раз в тему к вопросу про собеседование. Сотрудники Сбербанка участвуют в собеседовании. И, в общем-то, кроме математики, да, это еще один этап отбора. Сначала вы пишете экзамен по математике, потом приходите на собеседование. Обычно оно в вышке проводится, но приезжают люди из Бера. Значит, для чего нужно это собеседование? Ну, очень просто. Первое, проверить вашу мотивацию, да, вы можете очень, допустим, круто написать математику, вы можете быть очень крутым, да, уже какой-то опыт иметь в анализе данных, но вам, допустим, интересно исключительно, не знаю, научная деятельность или, допустим, применение этого в биоинформатике и медицине, да. То есть это какая-то диагностика, да, то есть мы просто говорим, что, ребят, ну, эта программа прикладная, ориентированная на работу в индустрии в последующем и именно в финансовой области, да, то есть это не медицинские компании, это не фармацевтика, это анализ данных, соответственно, анализ данных в банковской индустрии, в финансовой индустрии. Далее, кроме этой мотивации, ну, вы рассказываете о своих достижениях, то есть там, может быть, вы выигрывали какие-то олимпиады, вы, может быть, уже там участвовали в соревнованиях по Кэггл, вы, может быть, проходили какие-то курсы специальные, которые бы подводили вас к этой программе. Расскажите про опыт работы своей, если он имел место. Третий – это бизнес-кейс, да, который, по сути, призван, это как билет на устном экзамене, в нем сформулирована некая задача, задача обычно бизнесовая, которая предполагает построение и внедрение некоторой прогнозной модели. И, соответственно, все вопросы про билет, да, они крутятся вокруг алгоритмов моделирования немножко, да, то есть хотя бы базовые вещи, да, чтобы человек там различал задачи классификации, задачи регрессии. Какие метрики качества используются там для одного типа моделей, для другого, там, чем R-квадрат там отличается от Gini. Ну, это очень я простые вопросы обозначаю, ну, вот вокруг этого. Плюс это такие кейсы, у которых нет единственного правильного ответа, в них смотрится, как человек рассуждает. То есть он рассуждает, пытается, если даже он что-то не знает, он может какие-то допущения предполагать. И важно, как бы, с точки зрения результата, до чего он дойдет. Вот, то есть из этих трех компонентов собеседование состоит. Вот, ну, и опять же можно посмотреть, и совершенно из разных подразделений люди подключаются к этой программе, то есть у студентов есть вот эта возможность посмотреть спектр того, что происходит, в каких подразделениях используются модели, каким образом, да, а в Сбербанке, ну, в силу стратегии Гермонскача с 2017 года все бизнес-процессы так или иначе используют модели. Некоторые полностью автоматизированы, и человек исключен из процесса принятия решения. В каких-то моделях является поддержкой для лиц, принимающих решения. Окей, давайте по кейсам, да, сразу забегая по собеседованию, есть на сайте у нас раздел абитуриентам, есть в этом разделе еще подстраница подготовка, и там есть примеры кейсов с разбором этих кейсов, и также программа собеседования, можно ознакомиться. Если какие-то еще вопросы отдельно будут, вы можете мне на личную почту писать или на Сбербанскую. Дальше, я еще возьму время ответить на вопрос философии факультета. Человек с любым ли академическим бэкграундом может прийти учиться, или это только математика программирована? Вы знаете, у нас такой произошел тренд, да, то есть сначала на нашу программу приходили ребята, которые, да, больше математики программисты, они погружаться хотели в экономическую область, но в принципе это менялось, и сейчас у нас наоборот тренд, что с факультета экономических наук и с других вузов по экономическим специальностям приходят ребята, именно чтобы подтянуть технику современного анализа данных, да, чтобы быть более техническими в работе с данными. И вот, наверное, этот маршрут, он сейчас более популярный. Но, тем не менее, есть и чистые математики программисты, которые приходят, есть и вот, ну, сейчас просто численно больше экономистов по первому образованию. Я предположу, возможно, что это вследствие того, что, ну, я сам такую траекторию в свое время проходил, и, ну, действительно, вот на экономическом факультете мы ничего сложнее, там, регрессий, там, линейных, может быть, там, панельных данных, временных рядов не проходили. Вот, там, логистическая регрессия максимум была. То есть, это действительно был гэп, который приходилось уже возмещать. Вот, ну, соответственно, давайте двигаться дальше. Студенты у нас работают в разных подразделениях, они проходят стажировку, пишут курсовые. Вот конкретно разные подразделения. Это департамент корпоративных клиентов, это управление валидацией модели, это дочерние компании Сбербанка, это казначейство, это розничные риски, это розничный бизнес, это департамент по работе с проблемными активами, это управление противодействия кибермошенничеству, это инфраструктурные подразделения Сбердата, подразделения кибербезопасности, Сбернадежности и так далее. То есть, спектр большой, везде ребята находят в себе применение. Вот более такой подробный слайд про трудоустройство, да, кроме Сбера. Напомню, что мы в этой программе никого под пистолетом в Сбер не ведем. Ребята свободны в выборе своего работодателя. Мы рекомендуем и просим ребят проходить практику в Сбере. И в этом году вот этот момент, наверное, мы подсветим как обязательно. То есть, какую-то задачу, какую-то там работу для Сбера человек должен сделать. Ну, в рамках учебного процесса. Это преддипломная практика, либо курсовая, ну и так далее. И, собственно, что это дает? Это дает то, что человек, получив эти знания, он их может использовать и в принципе во всей банковской отрасли, и в других сферах. Ну, давайте посмотрим эту диаграмму справа кругу секторами. Вот здесь идет первая зона, это группа компаний Сбербанк, это больше 30% у нас. Ну, это результат опроса на октябрь 2019 года. Мы обычно раз в полгода обновляем. Соответственно, вот сейчас, в конце апреля, должен выйти там свежий опрос. Мы мониторим выпускников и тех, кто учится у нас еще. Посмотрим, как картина поменялась. Соответственно, дальше идут банки. Это, ну, такие самые, я бы так сказал, крутые в области анализа данных банки. Это Тинькофф, Альфа-банк. Ну, Газпром тоже с переходом туда в свое время Кулика, а потом переходом уже в ВТБ, достаточно сильно прокачал модельную функцию. Дальше идут у нас, скажем так, больше компаний такие, Яндекс, Самсунг, ну, скажем так, мультинаправленные. Дальше идет консалтинг. Вот если посмотреть, McKinsey, Oliver Wyman, KPMG, это топовые консалтинги, это лидеры в своей области. Вот Oliver Wyman, это номер один в рисках. McKinsey сейчас очень сильно Data Science функцию тоже нарастил. Он купил несколько компаний, которые занимаются аналитикой по всему миру, в том числе в России, двигают тоже. Ну, и дальше стартапы разные совершенно. Опять же, стартапы в области финтеха, в области, опять же, аналитики данных, совершенно разные. Вот, и мы как бы стимулируем ребят работать, поощряем это в том плане, что все пары у нас вечером с 6 до 9 и в субботу днем. Значит, ну, еще раз я резюмирую. Участие сотрудников Сбера – это руководство курсовыми работами, это мини-курсы или целые дисциплины, либо проекты, которые они ведут для студентов. Они вас приглашают на вакансии, разные на стажировки. Попадая на программу, вы сразу попадаете на радар HR и с вами проводят в том числе собеседование сотрудники Сбера. Так, из нового, перед тем, как двигаться к новому, еще расскажу ответ на вопрос Владимира. Значит, какой порог поступления на платное финансируемое отделение? Механизм у нас такой. У нас есть 30 мест, которые оплачивает Сбер. И, соответственно, все, что сверху, ребят приходят учиться за свой счет. Вот в этом году поступило 13 человек за свой счет. И, соответственно, проходной балл формируется простым ранжированием по всем испытаниям. То есть у вас есть математика и собеседование. Ну, английский это зачет, не зачет. Он как бы сдал, не сдал. Соответственно, вот по сумме двух экзаменов, каждый по 100 баллов, максимально 200 баллов, у вас идет ранжирование. Соответственно, идет ранжирование по вот этой сумме баллов. И топ-30 получает финансирование Сбера. Все, что сверху, это платное. Проходной балл, он от года к году немножко плавает. Я могу вернуться к вам. Напишите мне на личную почту с конкретными значениями в прошлом году. У меня в отдельной презентации это было. Что касается тестовых экзаменов. Можно зайти на сайт программы, опять же, раздел абитуриентам, подготовку. Там лежит сейчас, насколько мне известно, один вариант по математике. Соответственно, мы обсуждали и приняли решение разместить там дополнительные варианты, несколько, по разным годам, чтобы чуть больше было возможности порешать разные задачи, понять, что к чему. Соответственно, смотрите этот раздел и пробуйте решать задачи. ориентируйтесь на, ну, скажем там, 8 задач, наверное, это хороший результат, да, хотя бы сделать. Так, нужно изначально подавать на платное место или после результатов экзамена предлагать такой вариант? Ребят, здесь это формально платная программа. Для Вышки она живет по принципам коммерческой программы. То есть у вас нет опции подать на бюджет. Это все как бы платная программа. Другое дело, что Сбер в исключительном порядке просто имеет договоренность, что он финансирует 30 человек. Поэтому здесь ваша заявка, это как по Вышкинскому процессу, это идет как на платную программу. Едем дальше или нет? Есть какие-то курсы для вступительных испытаний? Коллеги, в этом году мы сделали пилотный набор на подготовительное отделение в магистратуре. Набор туда происходит осенью, ну, сильно заранее. И в этом году мы его объединили с АДБМ. Возможно, был не супер удачный формат, потому что все-таки, ну, специфика программ разная, да, мы там объединяли там Матстат, Тервер, все, что связано с вот этой частью экзамена по математике. Вот. В следующем году мы будем делать отдельно, да, и надо, ну, как бы, если вы хотите в этом году поступать, то уже на вступительные курсы поздновато, уже апрель, вы можете попытаться найти репетитора или, собственно, собственными силами прорабатывать программу вступительного экзамена и решать эти задачи по математике. Ну, ограничиваться демо-экзаменами не нужно, можно брать там дополнительные задачи, ну, вот, из программы экзамена. Значит, если не попал в топ-30, то кто первый... А, еще, извините, забыл сказать про, тоже для подготовки курс какие-то. Есть на Coursera несколько классных курсов, наверное, в курсе. Если нет, опять же, напишите мне, я вышлю ссылки по введению в машинобучение, в эконометрику и курс, который дает еще понимание, как модели применяются, как решения принимаются на основе моделей. Вот это будет очень полезно к собеседованию, не к математике, но к собеседованию. Значит, кто не попал в топ-30, кто первый принес доки и деньги, тот и попал, или как? Нет, не так. Есть... Можно я отвечу, Леша? Да, ты здесь, Лон? О, давай. Если для мест за свой счет тоже есть проходной балл. Он значительно ниже, чем для мест за счет Сбербанка, но он тоже публикуется, и все, кто входит в список вот этих людей от проходного за счет Сбербанка и до минимального балла за свой счет, вы сможете прийти и заключить договор. Это не будет гонка, кто быстрее. Это будет определенный балл, в рамках которого вы сможете принести свои документы и оплатить. Да, ну то есть логика такая здесь, что мы выставляем такой минимальный пороговый балл даже для платников, который, в принципе, позволит им закончить обучение на программе. Потому что одно дело, да, там экзамен, но он как бы и создан для того, чтобы определить, насколько вы на программе сможете адаптироваться и вытащить ее. Так, в какой момент подается документ оплаты? Значит, документы все подаются в конце июня, по-моему, это 21-е. Могу сейчас наврать на сайте, опять же, в разделе абитуриентов эта дата точно есть. По 31 июля идет прием документов. То есть, чуть больше месяца идет этот прием. Далее, все, как мы проговорили, воздаем вступительные. Если вы прошли, там, если вы на... В любом случае вы заключаете с вышкой договор. Если вы в топ-30, за вас сберплатят. Если нет, то, собственно, еще и оплачивайте частями ваше обучение. Не сразу все с ума, а частями. Так, сейчас, 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 ребята, уже пошли вопросы. Значит, какое ограничение по набору 30 плюс 5? Значит, нет, то есть, мы считаем, что мы можем расширяться, да, уже в этом году расширились до двух групп. Мы можем позволить себе несколько групп, если это будет, ну, если в этом будет потребность. Я вчера слышал, какие полезные курсы на Курсера. Напишите мне на личную почту или на Сберовскую, я вам вышлю ссылки. Лучше на личную. Нужно включать социальную стипендию. Илон, извини, пожалуйста, у нас на программе стипендий, по-моему, никаких не предусмотрен. Нет, вы можете получать не обычную стипендию, не социальную, потому что место обучения, независимо от того, за счет Сбербанка или за свой счет, у вас все равно коммерческое, поэтому социальную вы тоже получать не будете. И я сразу отвечу на вопрос, про будут ли сдвинуты в этом году. Пока информации про то, что что-то будет сдвинуто, нет. В любом случае, все, скорее всего, будет проходить в свое же время, возможно, в другом формате, но это не утверждено, это не факт, но даты будут все те же. Окей. Вот вопрос. Почему демонстрационный экзамен по математике значительно легче фактического экзамена 2019 года? Смотрите, какая история. Спрос на нашу программу растет. И да, были отзывы, что прошлогодний экзамен был чуть сложнее, но не от всех ребят. То есть кому-то он действительно показался сложнее, кому-то нет. В принципе, да, при том, что он мог быть чуть сложнее для кого-то, все равно больше ребят пришло и больше ребят как-то справились с ним. Поэтому, в принципе, я считаю, для прошлого года он был достаточно адекватным. Что касается вот этого нюанса, то, что выложен сейчас один демонстрационный вариант на сайте, я уже проговорил, да, мы как раз обсуждали вариант, что разложить варианты нескольких прошлых лет, ну, там, 17-18-19-го, и тогда вы можете, ну, чуть более, ну, во-первых, разные задачи посмотреть и, может быть, как-то откалиброваться на средний уровень сложности. В принципе, цели увеличивать сложность экзамена нет, он флэт, в среднем по сложности. Какие-то вариации могут быть незначительные. Опять же, да, о чем еще стоит упомянуть, экзамен по математике, он состоит из 14 задач. И так устроено, что каждая задача 10 баллов стоит. При этом максимально засчитывается только 10 задач, то есть максимум вы можете 100 баллов получить. Почему так делается? Потому что там есть две части, которые вы можете на выбор взять для себя. Кто-то изучал, там, на экономических, на прикладных математиках, там, Терверм, Атстат очень много, там, проверка гипотез, эконометрика, все, что с этим связано. Кто-то больше, там, по классике, там, Матан, Ленал, там, дифференциальное уравнение, там, дискретная математика. Соответственно, вы можете выбрать вот эти части и сфокусироваться при решении на них, и у вас будет, ну, сравнимое конкурентное преимущество, независимо от вашего бэкграунда. Вот, соответственно, не знаю, может быть, вы правы. То есть надо ориентироваться тоже на, как бы, на свои задачи, на которые вы задачи. Окей, немножко слов, несколько слов про то, что планируется нового в этом году, и что уже сделано нового. Мы стартовали проектный семинар с привлечением у жиловыскников программы, которые занимают позиции в Сбере. То есть это ребята, которые уже около трех лет в Сбере, ну, конкретно вот этот Никита Чуркин и Леонид Федосеев, Дима Симаков. Значит, Никита и Дима поступили к нам в семнадцатом году. Практически сразу мы взяли Никиту на работу. Там прошло первые полгода, он уже к нам вышел. И Дима Симаков, он чуть попозже к нам вышел, после первого курса. Вот это ребята, которые максимально интересно привлекать их к менторству и к обмену знаниями с ребятами, которые только в процессе обучения. И, что интересно, мы не ограничиваемся нашей программой ФКНом. Мы уже это предлагаем для факультета экономики и МИЭФа. Соответственно, это позволяет посещать факультативно для других факультетов этот семинар, но для наших ребят он на оценку проходит. И, ну, это тоже одно из суперценных вещей. Сейчас мы получили, ну, очень много заявок. И здорово, что, ну, да, там, с одной стороны, проблему составляет то, что у нас дистанционный формат. Но, с другой стороны, это возможность подключаться теперь на вот эти удаленные семинары, может быть, ну, сколько угодно человек. И мы тоже поговорим об этом. Будем развивать вот этот онлайн-формат на программе в целом, да, видя в этом не просто вот проблему, которая возникла из-за коронавирусной инфекции, а, скорее, как возможность к перспективе, к предоставлению некоторых курсов дистанционно. Мы сейчас об этом поговорим. Вот, собственно, об этом я хотел отдельно сказать. В принципе, если вы посмотрите учебный план программы, вы можете принять решение для себя, что, окей, два года — это много. Я могу там выбрать несколько курсов, оплатив их, подключиться к ним либо дистанционно, либо, если, ну, как бы снимутся все эти ограничения, конечно, надеюсь, к осени уже все будет улажено, посещать в университете. Подумайте над этим. Это отличная возможность, да, может быть, для кого-то, кто окажется там по каким-то причинам, не сможет пройти там по 30, еще какие-то количество мест. Это хороший вариант. Или для тех, кто уже работает, ему нравится целая программа, но он понимает, что ему точно нужно какие-то предметы изучить, он может такой опцией тоже воспользоваться. Соответственно, если такой запрос есть, пишите мне и Илоне Яковлевой, мы для вас предложение подготовим. Еще из нового в этом году, ну, сейчас завершаются уже переговоры, мы пришли к согласию и к предоставлению мощностей Сбербанка. Может быть, некоторые из вас, кто следит за новостями, слышали, что Сбербанк развернул один из самых крутых суперкомпьютеров сейчас, в России. И если раньше был лидер МГУ, так называемый Ломоносов-2 суперкомпьютер, то сейчас вот Кристофари, компьютер Сбера, он обгоняет его, ну, больше, чем в два раза. Ну, понятно, что там операция с плавающей точкой не единственный показатель мощности и крутоты суперкомпьютеров, но он такой один из базовых, на который ориентируется. Вот, обращу внимание, что до этого вышки был там еще более скромный суперкомпьютер, он, правда, и функционирует сейчас, суперкомпьютерный кластер. Но смысл в том, что для вузов, да, удалось с Сберклаудом, да, с компанией, которая предоставляет эти вычислительные мощности, договориться о специальных условиях для нашей программы. И студентам мы даем возможность поработать с ресурсами Сберклауд, и, в частности, там, демонстрировать возможности суперкомпьютера Кристофа. Прежде всего, мы используем это для курса по глубинному обучению и обработку больших данных. Что еще? В условиях перехода на дистанционный формат, да, опять же, мы хотим, скажем так, развить новостное поле вокруг программы, поэтому будем развивать группы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. В принципе, они уже существуют, просто, ну, как бы, ими плотно никто не занимался. Вот вы присоединяйтесь, мы скоро будем туда постить, ну, какие-либо новости из жизни программы, чтобы вам было, ну, как-то, больше информации для принятия решений относительно магистратуры. Окей, привожу контакты, ну, сайт программы вы знаете, скорее всего. Здесь дальше наш замечательный Илон, Яковлеву, менеджеру программы, я руководитель программы, и есть наш коллега в Сбербанке, Андрей Очередный, он курирует взаимодействие с вузами, в принципе, ну, в том числе и с нашей программой тоже на связи. Ну, что же, вот вкратце все, такая презентация. Я думаю, такие основные месседжи я сказал. Буду рад ответить на ваши вопросы и ждем вас в рядах поступивших к нам и в перспективе закончивших нашу программу. Вот, большое вам спасибо за внимание. Нас было 50 человек, вот я так посматривал местами. Вот, сейчас уже половина разошлась. В принципе, еще раз, да, программа доступная по почте, можно наличную писать. Пожалуйста. В общем, будем рады вопросам. И вам успехов в поступлении, в подготовке. В любом случае для вас там даже подготовка к этому, к поступлению уже будет полезна. Да, ты всегда поднимаешь в памяти скилл-ин. Окей, тогда спасибо большое, что смотрели наш ДОД. И до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.